Если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Ха-ха, дорогие друзья, всем здарова, на связи Лёха Такси. Вы просто посмотрите на довольнейшую рожу моего персонажа в криминальной России на Ародмире, потому что вышло обновление, и я одним из первых пришёл просто сразу же на контейнеры. У меня ещё видосы, где зима, не все вышли, пацаны, там ещё один видос остался, а тут вышло обновление, нежданно, негаданно. Вот такая тачка есть в обновлении, я сразу же хочу такую же сделать, пацаны, да ещё и забагать и просто сравнить её со своей полицейской. Но это будет в следующей серии, ставьте лайки. Мы сейчас отправляемся открывать дубайские контейнеры, которые, пацаны, подорожали. Ну и раз вышло обновление, пацаны, я решил обновить и, в общем-то, расположение своей веб-камеры, поэтому вот здесь она внизу теперь у меня. Почему? Потому что, блин, там у нас радар, я до этого почему раньше не додумывался, я не знаю, но типа есть самое место здесь. Проголосуйте в комментариях, оставляем здесь или немного выше, как она была раньше, посередине, но мне нравится здесь. То есть сейчас 18 миллионов стоит этот контейнер, вы представляете себе? 18 миллионов, получается 180 тысяч нам надо ставить, в этот раз я посчитал всё правильно, не 18 тысяч, а 180 тысяч, 10%, пацаны. Восемь, блядь, двенадцать было много! А сейчас 18. Контейнеры, транспорт китайский, подожди, миллион девятьсот подорожал на сто тысяч? Ооо, бля, я просто... И, кстати, как будто цвет поменялся у красного контейнера США, как будто он стал ярче, более рыжим каким-то. Я не знаю, но если нам сейчас с первого контейнера выпадает что-то мега лютое, мега жёсткое, мега охрененное, это будет просто разрыв. Бля, какое говно выпало, пацаны, за 18 миллионов. Но он теперь стоит, подожди, 5 ГТР? Он стоил... Подожди, и цену тачек изменили, я так понимаю, да? Потому что это говно стоило там не больше 2 миллионов или где-то в районе. Ну, бля, будем смотреть, но мне это нравится, наконец-то их обновили. Ещё, я думаю, пацаны, открыть контейнеры с одеждой, потому что, как бы, новые скины, их хреново куча, и мало ли они есть в контейнерах с одеждой, поэтому, как бы, скин того же Сергея Бодрова и из фильма «Брат», я бы сразу, блядь, с радостью забрал, если он есть там, либо графика изменилась, либо... Я не знаю что, но что-то поменялось, потому что... Либо я просто привык к той серой, скучной картинке зимы, которая меня просто бесила. Я думаю, я не один такой, которого на Редмире бесит этот снежный мод или вообще на другом любом сервере. Я не представляю, не понимаю, зачем их так долго ставят. Целых, сука, полгода у тебя зима за окном, и полгода ты должен в игре ещё, сука, за ней наблюдать. Это, как по мне, тупо. Вот, и как бы уже 24 апреля только снег расставил, но это вообще жесть. Я вообще последний месяц заходил, этот снег видел в игре, хотя его даже уже на улице не было, я вообще не знаю, как это описать словами. Но у нас второй контейнер за 18, блин, миллионов. 18 миллионов? Он был 12, было... Я открываю, пацаны. Уху, ебать! Уже... Чё это такое, блядь? Я... Я не... А сколько стоит? А сколько... В салоне есть? Это добавили, да? То есть это не эксклюзив, да? Ты точно не говоришь, блядь? Тут я продаю, да? Базару нет. Так. Дружище, вот прилетел, скажи ему... А, он, блядь, он умный. Я хотел ему сказать, чтобы он вертолёт заглушил. Так, у нас есть Порш 911, и я не знаю, какой это конкретно кузов, потому что надо стрелять сзади, потому что спереди все Порши одинаковые, но это старая ретро-машина. Я думаю, годов 91-х, наверное. Продаём в Порту, потому что он стоит 10 миллионов, к сожалению, минус 8 миллионов, бля! Я думал, подожди, минус 2! По привычке считаю. А это минус 8. Ебать, жёстко! Ну так даже интересней. Бля, ну вот это вообще просто мега соска, я думаю, надо сравнивать её с моей немецкой ДПС ГИБДД, но это американская, это просто пушка, бля, вот это мечта. О чём игроки мечтали, я считаю. Я даже... Блин, вот 18 миллионов, когда ставка до этой суммы доходила, это считалось вообще абсурдом. А теперь это нормально, и если ставка доходит до 22, это типа тоже нормально, но раньше это было вообще просто полным бредом. Ну я надеюсь, дешёвые тачки тоже подорожали, либо их убрали, потому что как бы, когда ты отдаёшь 18 секунд, и там корыто, за лям, я... Это просто пиздец. Ну 18 миллионов это состояние целое в игре, на родмире. Я не знаю, на втором сервере, возможно, нет, но на каких-нибудь 13-х там серверах, да? Однозначно. Ого, ебать, здрасте. Так, а это чё у нас? Говно тоже? Блядь, реально говно? Сколько это стоит? В салоне есть. Так, у меня советники, блядь, две женщины. Тут тоже сливай. Всё понятно. Чел с кепкой не имеет никакого своего мнения, ну 11 800 с одной стороны, да? То есть не так всё плохо. Антиквариат, может, скины есть? Мебель. Одежда, вот, 280. Давайте откроем одежду, и, в общем-то, посмотрим... А, кстати, одежда не подорожала. Так, мне опять инвентарь надо освободить. Даёбаный сыр. А что мне освободить из инвентаря? Конфеты, отмычка, наркотики, блядь. Вот это нам не надо, это надо выбросить, как бы, пацаны. Такое пацаны нормально с собой не носят. Шляпу тоже выбрасываем. Это шляпа полная, пацаны. А почему нельзя выбросить шляпу? Можно. Всё, открываем. 60% достаточно для того, чтобы открыть. Это я точно знаю. 290, раз в 3, раз в 3. Открываем и смотрим, есть ли там новые скины. Я точно вам скажу, я недавно открывал контейнеры с одеждой, и я точно знаю, что там есть внутри, что находится, и, в принципе, как они выглядят там, всякие вещи. Если его не обновляли, сразу будет понятно, пацаны. Если что-то новое появляется, это будет сразу заметно. Если говно, то говно. Но мы откроем, посмотрим, что это из себя представляет. 39 миллионов баланс, крутится ещё жёстче. Теперь, чтобы зайти на контейнер до минимума 18 миллионов, ну, можно, бля, по 30 лямов надо сюда приносить. По 30 лямов! Я, ладно, я открываю с одежды контейнер, я не знаю, что даже хотел сказать. В общем, заходим внутрь. Ничего не поменялось. Так. А! А я тут своей вебкой, как бы, ладно, я понял. Мешаю сам себе. Просто она прямо сверху. Как вы её видите, так и я теперь вижу видео. Вот в чём прикол. И то есть я не вижу, что там сбоку. Мне придётся с правого конца продавать, что ли? Или вообще вслепую? Ну, походу, здесь ничего не добавили, потому что, как бы, я не вижу ничего нового. Какое-то говно. 24 тысячи. Что-то за 72, но мы не знаем, потому что я тоже это не вижу. Вместе с вами, пацаны. Поэтому всё честно. Так, ладно. У нас три дубайских. Какой-то один из них должен же быть с транспортом. Нет, сейчас одежда и с говном со всяким. Ну, ладно. Ну, а я, пацаны, тем временем вернулся на гетдонат буквально 4 дня назад. Я снимал видео, как здесь покупал карточки. Карточки я покупал Мажор снизов, они самповские. Также Дроу Рейнджер ещё по стендов купил. И также я напоминаю, что у меня есть карточка, точнее промокод на карточку. Мы вот сюда заходим в профиль, пацаны, вот обязательно профиль вот здесь на аватарке нажимаем. Здесь есть кнопка промокод. И мы вводим вот сюда так, с как бы просто большими буквами нажимаем принять. Но, к сожалению, я уже активировал этот промокод. Она вам даёт вот такую вот карточку. Я вам сейчас покажу ещё, что здесь есть. Это просто срыв башки. Почему я сюда вернулся? Я просто охренел. Мы заходим в карты и видим, что здесь. Буст карта КРМП. Лидер мафии. Вы посмотрите на этого серьёзного просто дядю. Это просто моя сейчас любимейшая карта. Я напоминаю, за 4 дня, что у меня есть вот эти карты. На мой баланс капнуло 650 голды. И я на эти 650 голды что делаю, пацаны? Конечно же, покупаю вот эту новую карту. Поэтому мы купим... А, у нас лимит карт. Подожди. Окей. Тогда мы что делаем? Мы продаём одну из карт. Самую, так сказать, неприбыльную из них. Короче, некоторые карты, которые уже принесли мне нормальный денег, я продал. Я хочу, в общем-то, купить реально подороже, потому что те дешёвые как бы долго приходится ждать. Чем карта дороже, тем больше она голды несёт. Но есть ограничения в 4 штуки, поэтому мы покупаем вот эту за 449 рублей, которая будет нам нести 50 в день. Это как те все карты 3 вместе взятые. Но это будет дешевле и выгоднее, учитывая, что она новая. Она крэмпэшная, что мне просто даже напросто интереснее. Заходим в профиль. И вот она, пацаны. Чтобы получить карточку стоимостью 99 рублей. Я вам сейчас её покажу. Она здесь и в списке. Её можно просто купить за деньги. Но на неё есть промокод. Это важно. Это очень важно, пацаны. Заходите вот сюда. Вот такая карта террориста из 1.6 Counter-Strike за 99 рублей. Просто вводите промокод в профиль TAX. Вот таким вот образом. Вот сюда. И ещё. Если вы хотите получить побольше бабла при пополнении, допустим, вы 1000 закидываете, сюда пишите Get Bonus и получаете 1350. И в общем 35%. Давай я крутану кейс. Буквально немного сейчас какой-нибудь. Но не по стендову, не по ворднайту, а по CSGO. Потому что здесь есть тоже интересные. Здесь есть ещё какие-то крутые кейсы. Я даже не заходил к пацану, но я с каждым разом, когда сижу на сайте, думаю, бля, это просто гениально, бля, кто это придумал. Дымовая граната? Собери 6 дымовых гранат и получи обмотки. Рут осторожно. Здесь она интересна. А вот они. 22 нахрен тысячи стоит. Просто наша цель сейчас за 9 рублей крутить этот сундук. Ну реально. И ловить дымовуху из кейса. Вот она пролетела. Ебать! За 3 рубля это говно вывало. Ну вот за 9 рублей мы можем крутить, в принципе, и ловить вот эти бонусы. Типа в виде дымовых гранат. Спокойно из кейсов. Пока нам ничего не падает, к сожалению. Ну кейс за 9 рублей. Давай еще разочек его откроем. Я не хочу сливать, на самом деле, сейчас все с сундуки. Я хочу поднафармить и типа выводить просто все. Бля, вот я не знал, что открыть, но вот клавиатуры меня приманили за 700 рублей. Да, за 700 мы не сможем открыть, но я один раз крутану. Бля, вот я рискну. Я продам одну из карточек за вот эту Дроу Рейнджер. Она мне не нужна, по сути. Да, она меньше всего нам несет. Мы будем формировать нормальный список карт, а я крутану кейс. Бля, пацаны, вот сейчас очковую, конечно, но я крутану клаву. И если бля, выпадет, я на самом деле выведу и заберу, потому что моя стала тормозить. Так, ладно, открываем. Бля, ну выпадет говно, ну пускай выпадет. Честно, вот пускай выпадет. Ну лучше, конечно, чтобы вот это вот нормально задевить косарей. Да пошел ты в сраку, блядь. 499. 600 рублей на балансе. Тогда я просто что, беру? Еще одну вот такую карту покупаю себе. И, бля, пускай они мне 100 в день фармят. И я вообще просто буду вот в шоколаде, бать. Зайдем сюда через 5 дней, через 4 посмотрим, что принесет. Может быть, новые карты появятся. Погнали дальше открывать контейнеры. Меня интересует исключительно дубайский. Ну, кстати, китайский бы я тоже открыл, пацаны, но пока идем по дубайским, на них хватает деньги. Вот нам, когда уже не хватит, тогда откроем китайский. Пока все идет хорошо, мне нравится. В принципе, тачки не такие чмошные выпадают. Ну, бля, сразу уходят. Подожди. Мы открывали контейнер за 12, и когда мы уходили минус 8 миллионов, то это получается, что у нас тачки за 4 выпадали, да? А сейчас падают тачки за 11, за 12? Это все тоже минус 8 миллионов, блин. Минус 7, минус 8. Ну, ты понял, о чем я тебе говорю. Тачки дороже, тачки круче, но я боюсь теперь получать всякие парши-бокстеры, если я увижу, это вообще пиздец. Надеюсь, их отсюда убрали, потому что их тут не должно быть за такие деньги. Просто, внутри их не должно быть. Ну, вот Porsche 911 очередной выпал за 10 миллионов. Там у нас, как бы, хватает уже на 2 контейнера, это пиздец. Меня сейчас разденут 50 лямов, при том, что я сюда принес. 50, 60, блядь, не 6, 66 я принес сюда. Это ненормально. Тогда мы откроем еще один дубайский, пацаны. Ну, надо смотреть, что внутри. 32 миллиона. Мы как-то каким-то методом все равно узнаем. Нет, все-таки, наверное, здесь, потому что, как бы, здесь я наркоту выбросил, поэтому... Прикормил, так сказать, этот контейнер дубайский. Он такой, он нормально, брат, хороший подгон. И высыпит что-нибудь нехорошее. Так, у меня со мной есть два советника для моих вечных здесь. Пацаны помогут. Это вот это... Нормально он надел, кстати. А это, типа, камера у вас снимает, да, вот в этом портфельчике, я так понимаю? Или что там у вас? Скрытая камера? Зачем вам портфельчик? Это жив... А, живот. Понятно. Ха! Блядь, ну и нормально ты себе придумал живот. А для чего? Ну ладно, открываем контейнер, пацаны. 18 миллионов, 180, сука, тысяч. Я не перестаю удивляться тому, что, блядь, теперь. А, и что, как кто-то видит, что там? И что там? Что, да, да. А что, Мерс за 6 лямов? Серьезно? Охуеть. За 8200, да. Ну... Вот это вот просто какой-то... Я, блядь, я даже слов никаких пока не найду. 19 миллионов есть, значит, еще один сможем открыть. Это пиздец. 22 ляма на руках. Мы должны сейчас получить тачку, которая окупается. Иначе мне придется... Не, наверное, не придется. Я буду китайский открывать, потому что китайские тоже обновлены. Если на них изменилась цена, значит, есть на то причина, пацаны. Просто так это не бывает. Мы должны проверить. Вот мне изменили Америку с Европой, я уверен, потому что ценник не изменился. Но то, что изменили, дешевый. Точнее, ну, преддешевый. Я не знаю, как это сказать правильно, пацаны. Но он, блядь, второй по стоимости. Вот так будет правильнее. Он стоил миллион 800, напоминаю. Но я зачем это напоминаю? Потому что мне становится страхово и очково. Потому что, ну, очень много денег сейчас осталось. Блядь, я даже не знаю. Давай, пожалуйста, ну, давай. А вот здесь точно должно что-то выпасть. Ну, Калинон есть, есть контакт. 26 миллионов, да, действительно, мы уходим в плюс. Возвращаем какую-то сумму денег. Возможно, нам хватает на два контейнера, но это единственное, что-то сейчас нам выпало нормально, но это не то, что мы ожидаем. Потому что мы ожидаем какую-то новую тачку. Прям совсем эксклюзивную. Новую машину сразу, вот, одними из первых получить. Потому что есть шанс. Так же было с Бентли 8 литр, когда ее добавляли. Так же есть шанс теперь получить какую-нибудь. Какую-нибудь, я не знаю даже какую хочу. Я вижу вдалеке Дубайский, я бегу на него. У нас есть деньги, мы можем его позволить себе открыть. Возможно, даже еще два раза. Это хорошо, что выпал Калинон. Спасибо ему, он за сейвил нашу сегодняшнюю серию. Просто неимоверно. Но мы открываем этот контейнер, пацаны, в ожидании какого-то неебического чуда. 23 секунды. Напишите в комментариях, пацаны, что вы думаете по этому обновлению. Ну, по сути, там столько тачек, столько всякой херни. Еще новая система, новая работа. Оно чуть-чуть получше, чем прошлое все-таки хэллоуинское. Уж тем более, это пожирнее, так сказать, будет, да? Вот. Ну и такое жирное выходит в целом раз в год, и его хватает на полгода так-то, да? Ладно. Две секунды. Одна секунда. Открываем, и... Там должно быть что-то... Что-то гоночное. Гоночное, блядь. О, это пиздец. Пиздец. Очень, очень напряжно они идут. Очень туго. Бля, вот новая машина приехала, смотри. Она вроде была ведь, да? Раньше ее потом убирали или ее обновили? А, пацаны, а МГДЖТ, вот она же была на серваке, ее обновили или как это вообще? Пацаны. Ну что, про МГДЖТ? Обновили просто? То есть... У кого она была, она обновилась, да? Просто я вот не понял, да? То есть я уверен, что такая тачка должна была быть на сервере еще... Ее никак, блядь, не могло не быть на Радмире, я не понимаю. Новая модель, ее добавили. Да ебать, серьезно? То есть такая тачка, она же уже... А, подожди, не. Она рестайлинговая. Братишка, а можешь дверь открыть? Я хочу салон посмотреть. Крой, пожалуйста. Я салон гляну. Давайте глянем салон, сядем. Ну, по детализации такой модели не было. Ну, блядь, понятно, ее только обновили, что несу нахуй. Короче, это рестайлинг. Была она или нет, во всяком случае, это рестайлинговая модель. Она новая. Я хотел предъявить за то, что машина 2016 года добавляет в 2022-м такое себе. А так это нормально, машина новая, обновленная. Пойдет. 18 миллионов 180 тысяч. Отправляется на контейнер. Зеленого цвета. Как зеленка. Просто дубайский. И мы... 66 лямов. Я открыл, бля, я не знаю, 10, может быть, я и открыл. Но где-то около этой суммы. Обычно 66 миллионов хватало на открытие 15-20 контейнеров, чтобы они не окупались. Каждый. Сейчас, видимо, ну, меньше. Логично. И почти в два раза дороже, на самом деле. Почти. Мама, я в ютубе. Да. Давай, открываем, пацаны. Открываем. Там что-то застряло. Это большое, значит, кибертрак. 22 миллиона 800 тысяч. И как бы мы заработали, блядь, совсем немного. Учитывая, чем мы рисковали, это совсем немного, блядь. Открою-ка я еще один, пацаны, дубайский. Потому что, как бы, на него есть деньги. Мы можем себе позволить 27 миллионов. Но мы начали крутиться у какого-то, так сказать, плато около нуля. То есть мы не уходим в жесткий минус сразу в раздевалку. Мы уходим в какую-то такую, в боковик, так сказать, по деньгам. Но сейчас мы уйдем вверх одним большим выстрелом. Тачку за 100 лямов. Какую-нибудь, вообще, на самом деле, необычную, которую мы можем сразу замотать за хорошие деньги какому-нибудь богатому игроку. Это будет вообще прям хорошо. Да, так, давай открыть и... А что, ебать, микрофоны улучшили, что ли? Нихуя, как тебе хорошо так слышно? Охуеть, и меня, то есть, как прям в видео, что ли, слышно теперь? Это я микрофон купил себе, понял? Я понимаю, но теперь, блядь, у меня все равно парашина была слышно внутри игры. Да не, все нормально. У меня новая машина выпала, говорит, какой-то школьник с кинембомжа. Охуеть! Ебать! Это что такое, ебать? Это Диабло? Это Диабло же, я не ошибаюсь. Сколько она стоит? 30 лямов будет стоить. Она в салоне есть, нет? А, да-да, есть. А, то есть, не эксклюзив, можно продать, да? Ну, типа да. 18! Чего, блядь? Я хочу китайский открыть, ну... А, каунтач, ну, блядь, каунтач с Диабло перепутал, похуй вообще. За 18 лямов вообще поебать. Я просто, я просто в ноль, я такую тачку увидел, я был вообще уверен. В любом другом обновлении это... Ну, не корыто, ладно. Ну, блядь, из-за того, что она меня так огорчила, я назову это корытом. Оно бы, сука, стоило, я не знаю, там, 50 миллионов, там, да, на бушке бы продавалось по 35. И все бы её хотели, там, с Америки выбить, я уверен. А сейчас, блядь, сколько там машин добавили? Что, а такая тачка, она, блядь, стоит в салоне, а в конте она, блядь, в ноль уходит. Это просто пиздец какой-то. Это вообще пиздец. Тогда какая тачка должна купной тут быть? Что? Нихуя себе. А как микрофону чётко слышно, это пиздец. Голосовой чат переделали. Ебать! Охуенно. Ну мы, ну мы, да, мы дошли до того момента, когда мы можем открывать китайский. Ну всё, я уже, это пиздец. Я был уверен, что я сегодня выбью что-то. Но настало время открывать китайский контейнер. Сразу ставим цену 2 миллиона, пацаны. Меньше нет смысла. Я не хочу считать там, сколько надо ставить, в пизду. Мы открываем за 2 миллиона. Я огорчён, блядь. 18 миллионов. Я, и там такие тачки, и они все, блядь. И, как бы, эксклюзивные на реакцию. Я не понимаю, блядь. Какая тогда машина, сука, окупается? Почему кибертрак окупной, а каунт тач нет, блядь. Почему порш старый, не окупной? Это пиздец. Я не понимаю. Логики никакой не вижу. Какое-то говно за полтора миллиона. Обоссаться. 18 лямов. Фух, пиздец. Я ставлю 2 миллиона. Если кто-то хочет перебивать, пускай. А, кстати, школьник-то переоделся, смотрите. Не такой уж он и школьник. А зачем ты приехал в скине бомжа? Что за маскировка? Ну ладно. 14 грёбаных секунд, и мы открываем этот контейнер, пацаны. Ну я ни за одну серию не отдам 100 миллионов, пацаны. У меня есть деньги на контейнер, и я специально как бы всё это оставил. Но сейчас я просто немного охреневаю. Ладно. Левый альт, и погнали. Ну тут, блядь, тут то же самое всё, я не знаю. Здесь вообще, походу, нет смысла это открывать всё. Это пиздец. Давай посмотрим, что пацанам выпадает. Тут они уже открывают контейнер. Смотрим. А, ну там херня уже, да. Ну там вообще ничего нового. То есть в дубайском... Бля, давайте я ещё один открою. Ну реально. Мало ли. Всякое бывает. Сейчас я деньги сниму и откроем. Ну я снял 8 миллионов ещё. Теперь у меня есть 20, чтобы просто открыть один дубайский. Это очень жёстко. Ну 18 миллионов. Вы чё гоните это пиздец? Это 18... Подожди-ка. Ну сейчас ладно, 3х день. Ладно, сейчас 3х день. Это оправдано. Но когда будет 1х день? Вы хотите сказать, что это 18 180 рублей на один контейнер? Нужно потратить. Ну это пиздец. Это пизда просто. 12 и то было как бы уже, ну это оверпрайс. Ну это пиздец, ладно. Ладно. Ладно, говорю я и получаю мега охрененный эксклюзивный автомобиль. Это что за ебать такое вообще? Что за машины? Оставляй, говорят мне. Сколько это стоит? Ебать. А вы чё ебать? Чего нахуй? А какого нахуй? Какие нахуй 200 миллионов? Да ты мог ее с... Да за сколько слики мог? За 158. Я бы слил. Ну блять, я бы... Одна на сервере сейчас. Я понимаю, блять, это пиздец. Это что за пиздец? Это что нахуй? А что это за машина-то? С какой игры дома, блядь? С... Блядь, с какой... С какой игры эта машина? А, киберпанк. Вот, да, блядь. С киберпанка? Ты что, все? Ну конечно все, блядь. Я на последние деньги открывал, я хотел слиться. Ебать, хорошо, что я с... Ебать! Не-не-не-не-не-не-не-не, поехал я, блядь. Она не едет, да? Или она... Подожди, она едет, нет-нет-нет-нет-нет. Она едет, пацаны, она едет, блядь, охуеть. Это пиздец какой-то! Это... Как... Что? Какая, подожди, карпас? Как называется эта машина? Что это за такое? Я не, блядь, я не знаю такой марки, я поня... Квадро, витэч, ну да, это с киберпанка, да. Вы че гоните? Пробег уже намотал, блядь, ну мне срать. Я ее не продам. Вообще никому. Я был прав, блядь, надо было первым прийти на конты и выбить тачку, которую, сука, хрен кто сейчас на втором сервере за три месяца выбьет. 200 лямов, это самая дорогая машина, которую мы выбивали за все время. За все нахрен время. Дороже я не выбивал. Бентли 8 литр, но она не стоит даже 100. И не стоила. Ну, блядь, в моменте, в первый день, когда вышло обновление. Дед, блядь, зацени. 200 лямов, блядь, прикинь. 200, бать. Хрень какая-то, блядь, из другой игры, блядь. Прикольная? Ну, блядь, я бы так не сказал на охуенно. Ха-ха! Это что, подожди. Пацаны, поехали. Я думаю, нельзя закончить эту серию. Просто, типа, бля, я выбил тачку, до свидания, мы на ней прокатимся. И сразу же поедем тюнинговать, это что? За... Ладно, ладно, пацаны, ладно, ладно. Я первый владелец такой машины за 200 миллионов. Я серьезно вам говорю. Ну да, она не едет, конечно, мега быстро. Зато она управляется. Это не Бугатти. Ну, я думаю, дело тут не в том, чтобы она ехала как Бугатти. Дело в том, что она, сука, выглядит как... Машина вообще не из... Не из этой вселенной, вот так сказать, да? Она управляется... Это очень важно. Она управляется в заносе на скорости в 200. Мы едем в город, фликсону чисто показать пацанам нормальным там, на рублевку. Давайте заедем, мажором покажем, блядь. Ебать, 200 лямов, это бизнес. Блядь, дружище, нахуй. Ебать. 200 лямов тачка стоит, поднимай, блядь. Поднимай, поднимай, не ебу, нахуй. У тебя тачка есть, поднимай, что ты делаешь? Ну, конечно, тип вообще нормальный. Я еду, блядь, на машине за 200 лямов, блядь. Ну ладно, блядь. Давайте сравнение, что лучше, блядь. Голосуем, пацаны. Один в комментариях запорожец, два в комментариях. Вот это вот, что это, квадро? Голосуем, голосуем, пацаны, голосуем. Тут только голосование, блядь. 200 лямов. Я покажу ее, автомеханикам заеду сейчас. А звук пропал-то. А, нормально, да, вернулся. Ай, ты что, за канистра едет, ебать, с топливом? Хе. Здорово, пацаны. Хотите тачку за 200 лямов покажу, ебать? Вот, смотрите. Прикинь, 200 лямов, блядь. 200 машина стоит. Да, ну да, с киберпанка, говорят. Ебать, 200 лямов. Я увидел цену, я вообще не поверил. Я думал, она 30 стоит от силы. Моя, я же с контейнера только выбил. Первый владелец на всем родмире. А, да я? Тубер, пацан. Вообще, вообще просто, да, реально? Дайте я скриншот сделаю сейчас. Я хочу скриншот, пацаны, сделать. Это на память надо, на память. Личные настройки, надо ники над игроками выключить. Во, чтоб не мешались. Чтоб картинка была красивая. Во, 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 во. Ебать. Дружище, вот справа от машины отойдите все справа, чтоб тачку всю было видно. Во, во. Не, 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 там все правильно стояли. Слева, с водительской стороны, все вставайте, вот, типа. Во, во, молодцы, молодцы. Красиво, красиво. Это будет на превью, пацаны. Я поехал. Я поехал дальше. Ремень, ремень. Я не хочу еще раз помереть. Я хочу проверить ее управляемость по городу. На пробеле, вот так вот мы разгоняем ее, раздрифтовываем. Она управляется, она рулится. Это очень важно для этой машины. Она очень мега рулится. Подлетает, конечно. Зато, ебать, сейвится. Я буду на ней ездить, блядь. Хрен я ее кому продам. Я буду на ней ездить. Ты посмотри, как она ебашит. Ты посмотри, что она делает. Я на рублевку сейчас заеду. Я обещал, я обещал уже на рублевку, что я заеду. Слова сдержим все сегодня. Давайте, пацаны. Ой, блядь, ну вот это за... Я не знаю. Я не знаю, как оценивать. Честно, такой машины не существует. И нет какой-то вот стоимости еще сформированной для этой машины. Вот это как Bentley 8 литра, но это Bentley старая. Она существует. Есть логика, вы понимаешь? А это машины из другой вселенной. То есть это... Это как, блядь, спайдермен бы на... Я не знаю. Задернант тут бы летал, блядь, паутину пускал. Я отвечаю на, блядь. Я не удивлюсь, если в следующем обновлении это выйдет. И типа... Заезжаем на рублевку. Сзади, кстати, виднеется наш город Ново-Рублево. Вообще нормальная тема. Мы заезжаем, пацаны, на рублевку. Я не уверен, что здесь есть вообще какие-то мажоры. Но я единственное, что хочу сделать... Это аккуратно припарковать тачку около своего дома. 100 улов, которые нужно было аккуратно привезти вот так вот, пацаны. Посигналить. И заехать. Я, кстати, слил гараж свой. Я его не оплачивал. 100 миллионов я отправил в помойку. Но они мне вернулись, блядь. Вот оно. Вот оно! Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok